И как всегда по традиции ремарка, речь пойдет о большинстве случаев, а не конкретно об отдельной ситуации. Всегда интересно и занятно, какими же отличиями друг от друга обладают хозяева домашних питомцев. Есть собаки, есть кошки и есть их владельцы. По данному вопросу многими психологами из разных стран были проведены в свое время множество тестов, исследований и экспериментов. Принято считать, что любители кошек по уровню интеллекта превосходят любителей собак. Различия между владельцами и любителями домашних питомцев объясняются тем, что люди чувствительны к животным, чьи личные качества напоминают им их собственные. К примеру, кошатники высоко ценят независимость этих животных. Собака же воспринимает своего хозяина как вожака. Кошатники с трудом выносят существование в системе. Плохо переносят, когда ими руководят. Катаманы чаще указывают в статусах, что устали и раздражены. В то же время как собачники предпочитают рассказать всему миру о том, что испытывают в восторге гордость. Они более энергичны и доброжелательны. Кошачники более доверчивы, в отличие от собачников, которые, напротив, склонны к сомнениям. Имеет смысл, что собачник более живой, потому что ему хочется находиться там, на улице, выгуливать свою собаку, разговаривать с людьми. В то же время, если вы более интровертный и чувствительный, то, скорее всего, вам больше нравится находиться дома. Ведь кошку же не нужно выгуливать. Это как старый анекдот. Собака думает, человек так заботится обо мне, кормит, поет, ласкает, наверное, он бог. А кошка думает, человек так заботится обо мне, кормит, поет, ласкает, наверное, я бог. Любители собак, они как будто больше любят детей. Также они способны к взаимопомощи. Правда, собачники, они более агрессивны. Четко выражают свою позицию, в отличие от кошатников, которые, как и их любимцы, более гибкие и склонны к хитростям и компромиссам. Бывает и такое, причем зачастую, что люди любят животных вообще. И им без разницы, это кошка, собака, хомяк, енот. Если вы человек из этого числа, то мои искренние поздравления, вы хороший и добрый человек с большим сердцем. Такие люди, они могут причинить боль другому человеку, и то, если он очень сильно этого заслуживает. Они никогда не дадут в обиду слабого и беззащитного. Такой человек, он настоящий и с большой буквы. Берегите природу и ее обитателей. Берегите себя.